Не только корпоративные СМИ, но и целиком Голливуд, кстати, выкупленный на корню китайцами, сегодня обслужит интересы коллективного Байдена, олицетворения социал-демократической партии, теневую руководимую Бараком Хусейном Обамой. Долгие переговоры демократов в Конгрессе не достигли консенсуса. Три демократов продолжают поддерживать Байдена, треть выступают против, а остальные готовы самостраниться от президентской гонки. Они уже смирились с поражением, пытаются лишь сохранить свои места. На прошлой неделе против участия Байдена в президентской гонке высказали Стивен Кинг, актер Роб Райнер, Джордж Клуни, который собирает деньги с голливудских миллиардеров для демократической партии. Не вызывает Байдена энтузиазма и у Абигел Дисней. При этом многие обрушиваются с критикой на основателя анимационной студии DreamWorks Джеффри Катсберга. Тот сейчас является сопредседателем штаба Байдена. Катсберг долгое время отрицал любые старческие когнитивные проблемы Байдена, и он упорно работает со спонсорами и убеждает поддерживать Байдена сегодня. Многие из них уверены, что Байден проиграет. Причина даже не в когнитивных проблемах Байдена. Они не появились неожиданно, и демократы знали об этом, начиная еще с 2019 года. Байден, который был членом группы клана Обамы, захотел независимости, и появилось много желающих отправить его на покой, чтобы занять вакансию. Хотя бы потому, что Байдена нет своей команды, а от команды Обамы ему пришлось отрываться. Поэтому крупные доноры Демпартии приключились на поддержку кандидатов в Конгресс, надеясь хотя бы там сохранить позиции. И тут на горизонте неожиданно появляется Роберт Кеннеди-младший. Многим актерам, как ни странно, импонирует его критика вашингтонского истеблишмента. Вуди Хэрлсон, Алисия Сильверстоун и Роб Шнайдер поддержали кандидатуру Кеннеди, хотя они и понимают, что шансы победить с такими низкими рейтингами минимальны. Сильверстоун ради этого даже вышла из Демпартии. Белый дом же нанял голливудских продюсеров Рона Ховарда и Брайана Грейзера для продюсирования саммита НАТО, на котором нужно показать Байдена американским супергероям. Но тут опять незадача, Байдену просто жизненно необходимо уснуть в районе четырех вечера, хотя бы на несколько часов в то время на важные звонки из Пентагона, отвечает первая сиделка Джилл. Ну а предстоящий в августе съезд Демпартии будет продюсировать уже Стивен Спилберг, так что нас ждет скорый сиквел «Спасти рядового Джозефа», но учитывая давление, вряд ли это закончится хэппи-эндом.